Добро пожаловать на мой новый видеоролик, вы на канале Шелби. Ну а это уже второй видеоролик за Новый год, и в принципе, наращиваем темп, так скажем. Но вы, я надеюсь, отдохнули на каникулах, с кайфом время провели, с родными, с друзьями, и вновь готовы получать годный контент от меня. Ну и снова же вынужден я вас просить поставить лайк на данное видео, иначе оно просто умрет в просторах Ютуба. Классика. Ну вы же, я знаю, не мелкие гандоны, вам лайк как бы не жалко поставить. Ну и напомню тем, наверное, кто не знал, или же знал, но забыл. В общем, у меня есть свой телеграм-канал, там публикуются разные новости, помимо телеги у меня есть свой дискорд, где ты, мой родненький, можешь найти себе тиммейта, друга, клан, найти себе игроков, клан, ссылки все находятся в описании. И да, действительно, в описании вы реально все найдете. Просто помимо моей рекламы, здесь еще будет реклама GG стендов. Кушать все хотят, поэтому буквально минуточку внимания. Ты хочешь крутые скины, но у тебя совсем нету голды? Тогда залетай на GG стендов. На сайте ты найдешь любой кейс на твой вкус. Начиная от самых дешевых кейсов, заканчивая самыми необычными мистерия кейсами. А также участвуй в новом режиме, помогай математически и поднимайся в списки отличников, или же устрои и пакости возвышайся в списки двоечников. Призы достаются и тем и другим. Но на этот раз победители получат в разы больше голды. Чем выше ты в топе, тем более крутой скин ты получишь. По закрепленному комментарию лутай секретный код на обновленный барабан и лутай топовые призы. Ссылка и промокод в закрепленном комментарии. Да, для игры, конечно, двадцать третий год был довольно интересным. И заметно, что аксельболты много экспериментировали. Была куча разных режимов, оружий новых добавлено. А также, конечно же, сезонность. Была поменена на два сезона в один год. Ну и срал бы я два раза в год и заходил бы в игру чисто откалиброваться, но нет. Я охрип, ебать. Вот это новость. Ну, кстати, помимо этой новости могу сказать, что я никак не могу выбраться с долбанных фениксов, сука. Я выигрываю две катки, поднимаю себе феникса. Следующие две катки я просто нахуй сливаю обратно до четвертой звезды. Потому что нам попадаются две элиты в пачке вместе с, сука, Сильвером 4. Блядь, баланс охуителен. Стой, стой, стой. Понесло? Понесло? Да? Тебя понесло? Собака такая, блядь, понесло тебе, да? Сука. Пусть баланс делают, пожалуйста, так, Сильболт. Я, блядь, на колени встану. Пожалуйста, сделайте баланс нормальный, чтобы такие долбоебы не попадались. И меня заебали уже, суки, ебанаты, нахуй, 50 часов, блядь. Сука, я катаюсь в пачке с долбоебами, нахуй, блядь. Я горит, нахуй, блядь. Так, фух, вроде, вроде успокоился. Эмоции все же вышли из меня сами, как говно из жопы. Я очень долго играю в данную игру, около шести лет. И, честно, не понимаю людей, которые просто сидят и смирят... Блядь, как правильнее сказать? Тут смиряются? Наверное, смиряются. В общем, смиряются с тем, что их ебут в сраку. Особенно это относится к колдам игры, которые, как и я, играют там с первого, со второго сезона. Ну, вы поняли, да? То есть, какая-то часть людей уже давно вышла из этой игры. Ну, то есть, играла-играла и решила линуть нахуй в другие игры, проект и так далее. Другими словами, забыть, что такое бомбеж и волокордин нахуй. Ну, а в игре остались такие, как я. Сижу на этом корабле и дожидаюсь каких-то улучшений, блядь, погодных. Хуй его знает. Ну, а про попутный ветер я вообще говорить не буду. После перчаток флакс и вот этих дристанных ножей на Новый Год этому кораблю уже нихуя не светит. Наверное. Я еще не до конца уверен в этом, как бы. Онлайн хороший, просмотры на трейлеры заебатые, катки в матчмейкинге ищутся быстро. Новые карты, как Дюну, например, добавили за этот год. Ну, вроде как все неплохо идет. А вот касаясь того, что происходит в самой игре, это уже совсем другая история. Тот же матчмейкинг. Регистрация попаданий просто ужасная. Челы телепортируются, как ебнутые. Играют с кламси, мать его. И это всего лишь верхушка айсберга. Я, конечно, понимаю, что игре уже шесть, мать его, лет. И с лишним, да. Но за это время они обещали нам добавить тот же клиент-сервер. Сколько мы ждем, ребят? Вот напишите в комментах прямо сейчас, кто помнит. Я лично помню, что это было около четырех лет назад. Это было в девятнадцатом году. То есть они давали спойлеры нам на двадцатый год. Что в двадцатом году уже будет у нас клиент-сервер. Редизайн самой игры. Ну, то есть менюшку, да, классно переработали. Мне очень нравится. Респект вот за это. Но с другой стороны, мне даже материться не хочется. Понимаете, насколько я проникся этим монологом, блядь? И, скорее всего, я не знаю точно, как это работает. И, блядь, не доебывайтесь в комментах. Просто я думаю, что если нам добавляют клиент-сервер, то в игре у нас исчезают кламсеры. Это, возможно, кстати, правда или же нет. Вы можете как бы написать в комментах, кто шарит. Но я очень надеюсь, что хотя бы клиент-сервер у нас до конца данного года, блядь, появится. Его не хватает. Много чего изменится в механике. Боты появятся, которые вот у вас тиммейт долбоеб ливнул, зато бот появится. Это ж круто. В мобильной-то игре, блядь. И да, кстати, на минуточку на тему кламсеров. В последнее время я кламсеров вообще почти что не вижу, хотя играю фуллстаком в матчмейкинг. Но наверняка их основное, вот это вот сборище дебилов тупорылых, которые за стенками тебя убивают, находится в напарниках. Этот, блядь, режим я просто не переношу, я бы ненавижу. Максимум, если идти с кем-то по дискордику, общаться, тогда с фанчиком можно залететь. А если на серьезном ебали лететь, а под звание, то у вас большой вероятностью нихуя не получится. Либо вам наш любимый баланс сопоставит равного противника, либо вам попадется Вася Петечкин с пятьюдесятью часами и отсосет вам хуй. Сказал бы я, если бы этот ребенок не был бы с кламси. Или бы с читом, сука, легитным. Да, видите, Сильвер, две элит. Сильвер, они апаются. Они апаются. А вот уже другая пачка. Они, вот это хуесос. Это хуесос! Это дерьмоед. Это говноед. Ну вот это как назвать? Как вот это назвать? Три, шесть, девять, двенадцать, пятнадцать. Двадцать пять игр подряд, ты долбоеб! Двадцать, сука, пять игр подряд он выиграл. Двадцать, сука, пять игр подряд. Вы верите в эту хуйню? Я нет. Также клиент Сервак нам принесет очень полезную функцию. Блядь, что там из КС выпилили недавно? Демки, правильно, демки. Ой, блядь, не демки, а точнее, Патруль. Ебать, а долбоеб, какие нахуй демки, блядь. Но здесь есть некоторый нюанс. Если появится в нашей игре Патруль, все-таки появится, да? То сажать малолетнего долбоеба за эту функцию не надо. В той же КСке тебе надо иметь минимум 100 матчей и звезду первую. Тогда все, пиздуй, как бы оценивать матчи. Кто софтер, кто говноед, кто не говноед. Если же подобная система появится в нашей игре, и этой системой будут управлять некие дети, некая группировка, как сейчас модно говорить, скорлупенки, скорлупа уличная, мать, то игре конец. Но Аксельболты не дураки, они знают эту систему и подобные ошибки, я надеюсь, не допустят. Я верю в вас, ладенькие мои, давайте. Давайте, клиент, сюда, пожалуйста. Иначе я, блядь, просто... Как вот правильно сказать? Я буду просто в тильте, потому что я столько лет ждал вот это событие. И оно еще не произошло. Блядь, GTA 6 и то раньше выйдет, чем клиент сервак в стандоффе. Что за хуйня? В общем, дальше топим кулачки из Акселей, потому что Акселя молодцы. И без этой студии не было бы такой прекрасной игры, которая познакомила бы вас с моим контентом ебанутым. На этом ролик, кстати, кончается. Не забудьте про лайк, если вы не гандон. Вот, ну и все. Соцсети в описании, кстати. Не забывайте туда переходить. Дискордик, телеграм-канал, кстати, в котором почти 500 подписчиков. Всех обнял, приподнял, поставил на место. Желаю вам всем удачи выжить в этом суровом матчмейкинге.